Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Второзаконие», и сегодня мы будем читать 30-ю главу этой книги. В этой главе говорится о том, если кто-то, нарушив завет с Богом, несмотря на строгость наказания, который мы читали в предшествующих главах, вновь обратиться к Господу с покаянием, Господь силен простить его. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, от всего сердца твоего и от всей души твоей. Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой». Вот здесь говорится о том, что повторялось в истории еврейского народа неоднократно. То есть за наказание они теряют эту святую землю, проявляя дух раскаяния, они возвращаются в нее. Кто-то может спросить, а в чем же заключается их раскаяние, если они не принимают Христа. Но в послании к римлянам апостол Павел прямо пишет о том, что дух неведения дан им о Христе, так что они сами не могут познать Христа. Значит, наказание для них за неверность закону. И когда через наказание они начинают каяться, они возвращаются в землю, а то, что мы называем их обращение ко Христу, это произойдет аж во дне Антихриста. Об этом говорится и в Писании, и у многих отцов Церкви. «Хотя бы ты был рассеян от края неба до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и оттуда приведет тебя Господь Бог твой в землю, которой владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». Действительно, рассеяние евреев приобретает планетарный характер, но потом Господь опять их собирает на эту землю. И последний раз Он соберет их для того, чтобы они приняли Христа. Когда во дне Антихриста Бог пошлет с небес двух пророков, Иноха и Илью, Илья придет именно для того, чтобы вернуть сердца еврейского народа к вере отцов, то есть к вере во Христа Спасителя. И они размножатся более отцов своих, и обрежет Господь Бог твой, сердце твое, и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всей души твоей, дабы жить тебе. Обрежет сердце, то есть тогда, когда они обратятся в христианство, внешние моменты не будут доминировать в их религиозной практике, а обрезание сердца указывает именно на внутреннее возрождение человека. Потому что внешне человек может соблюсти форму обряда, это было свойственно иудеям, а как это внутренне один Бог знает. И здесь главное сказано, что когда мы любим Бога, это для нас очень важно, мы этим живем, дабы жить тебе. Седьмой стих. «Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя». Почему так? Потому что, когда одни грешники гонят других грешников, вот те, которых гонят, они, конечно, очищаются через страдания. А вот лицемерие тех, которые сами, будучи грешниками, гонят других грешников, обеспечит им то, что грехи тех, кого они гонят, лягут и на них. Еще древние отцы замечали, что если человек, какой-нибудь там монах даже, подозревает другого брата, монаха, в каком-то грехе, осуждает его в этом грехе, не будучи полностью уверен, даже если и уверен, Господь попустит так, что этот грех ляжет на него. А ты обратишься, то есть те, которые гнали тебя, теперь на них лягут эти проклятия, которые были на тебе. А ты обратишься, то есть к Богу, и будешь слушать глаза Господа Бога твоего и исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня. И что же Бог даст этим прощенным? Может быть, они будут как-то усердно ущемлены. С избытком даст тебе Господь, Бог твой, успех во всяком деле рук твоих в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь Бог твой о тебе, благодетельствуй тебе, как Он радовался об отцах твоих, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего, соблюдая и исполняя все заповеди Его и постановления Его, и законы Его. Кто-то может сказать, ну а почему же такая радость о том, который был отступником? Вспомните евангельскую притчу о блудном сыне, как отец радовался, как отец выбежал к нему навстречу и обнял его. И Господь будет радоваться, если мы будем исполнять законы, написанные в всей книге закона, если обратишься к Господу Богу твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоею. Здесь можно понять так, что обращение сердцем – это личное обращение, всей душою твоею – это все семейство твое, то есть душа в смысле кровь, как мы о детях своих говорим, это кровинушка моя. То есть обращение тогда считается всецелым, когда обращается целая семья. Поэтому Христос и говорил, что надо ходить проповедовать по домам, не выхватывать людей на улице, случайно идущих, а чтобы целое семейство оглашать евангельским благовестием. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека». Вот некоторые представляют, что заповеди Библии, они очень строгие. Но мы уже с вами убедились, что библейские законы, например, вот помните, мы смотрели законы ведения войны, они более мягкие, более человечные, чем современные методы ведения войны. И другие принципы Библии, они более гуманны по отношению к человеку. И вот смотрите, что здесь сказано. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто зашел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее». Господь сам преклонил небеса, сошел на гору Синайскую и вручил эти законы Моисею. «И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». И апостол Павел пишет в послании к римлянам, что даже язычники, не имея закона, законное дело, с тем самым показывают, что закон написан в их сердцах, о чем мы здесь и прочитали. «Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих», когда даже язычник может говорить справедливое, «и в сердце твоем», это Господь записал в сердце, «и в сердце твоем», чтобы исполнять его, этот закон. И далее говорится о том выборе, который делает человек, живя на земле, между жизнью и смертью. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не будете долго на земле, которую Господь Бог дает тебе, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами, призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть, предложил я тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, то есть жизнь по заповедям Бога, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилиплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгодать дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь, Бог склятвою, обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Якову, дать им. Действительно, Бог есть источник жизни, отдаляющийся от Него, подпадает под власть смерти. Из этого и вытекают условия завета. Сегодня мы окончили изучение 30-й главы книги «Второзаконие», и в следующий раз, если Бог жив, Господь позволит, мы будем читать 31-ю главу этой книги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok